Всем привет! Я Маша Лилпи и вы на моем ютуб канале! И сегодня видео, которое я хотела снять больше всего на свете! Видео, которое я просто обязана была снять! Отсылка на цифровой цирк! Вы все знаете, как же я обожаю цифровой цирк. Это мой самый-самый любимый фандом. У меня вся комната разрисована цифровым цирком. Даже зеркало у меня с Джексом. Ну и фон, конечно же, у меня сегодня супер классный. А самое главное, что я хочу сегодня воплотить в реальность, это образы персонажей из удивительного цифрового цирка! И я буду творить в них всякую трешню. Мы пойдем с вами в магазин, будем искать отсылки на цифровой цирк и веселиться. И вроде как у меня все для этого есть, но не хватает парика для косплея Рогаты. И поэтому прямо сейчас мы за материалами отправимся в магазин. И для этого мне нужна сумка. Кстати, где моя сумка? И так как видео про удивительный цифровой цирк, сумка мне нужна тоже цифровая! И она у меня есть! Как раз вчера привезли. Это Дивум Пиксуси! У меня есть уже рюкзак Дивум. Олды помнят, как мы рисовали к нему анимации в приложении. Но на лето мне захотелось сумку поменьше, и я нашла ее! Крутая, мне нравится! Она очень приятная на ощупь. И очень качественная фурнитура. И непромыкаемая поверхность. Вообще не страшно попасть под дождь. Подключаем пауэрбанк. Включился экранчик. Итак, заходим в приложение Дивум. Она у меня уже скачена. Давайте попробуем подобрать анимацию по удивительному цифровому цирку. Так, ну я вижу, что тут Джекса больше всего. Мне кажется, что вот эта самая прикольная анимация. И вот так она на сумке выглядит. Посмотрите, как прикольно! Так, еще есть вот такая вот помни. Вот такое вот крупное лицо Джекса с разными эмоциями. А еще можно даже самим нарисовать анимацию. Или можно сделать бегущую строку. Так же, как и на рюкзак, на сумку можно поставить часы, погоду или напоминалки. И даже можно поиграть в мини-игры или раскрасить раскраску. Кладем все самое необходимое. Мне очень нравится эта сумка. Крутая и вместительная. И самое классное то, что с помощью экрана каждый сможет кастомизировать сумку под себя. Кто скоро идет на день рождения и не знает, что подарить? Мне кажется, что такая сумка очень классный подарок. Кстати, у компании Дивум помимо сумок и рюкзаков есть еще наушники. И широкий выбор различных колонок, в том числе и колонки с пиксельным экраном. Ссылку на магазин Бука на Озону на Валберис, где можно купить все это, я оставлю в описании под этим видео. Итак, ребята, я в магазине Нитака Пряжа. И сейчас будем искать толстые красные нитки для парика Рогаты. И кажется, я их уже нашла. У меня засвет что-то лютый, ребята, в каком-то я раю. Вот, мне кажется, как будто бы, что это идеально. Может быть, есть еще пошире нитки? Сейчас посмотрим. О, ребята, те самые легендарные пушистые нитки, петельки, из которых все раньше приняли по Лаклаву, вы помните? Маш, я нашла. О, не, мам, мне кажется, я нашла круче. Хотя, кстати, эти тоже неплохие, но мне кажется, я нашла круче. Пойдем, пойдем. Вот, мне кажется, они светлее. Ну, сколько их надо? Ой, мне кажется, то, что где-то два, точно. Да, смотрите, кого можно сплести еще, Кэтнапа Джекса. Но мы не будем это делать, мы вверхли только за Рогатой. Все, убегаем отсюда, пока я еще ничего-нибудь не взяла. Еще, ребята, просто посмотрите, я нашла идеальную пуговицу для Рогаты. Я ее перекрашу в синий, и это будет просто, ну, шедеврально. И прикиньте, она была в самой последней в магазине. Ну, то есть, она прям идеально ждала меня. Ну, шикарно. Так, ну и нужно перекрасить эту черную пуговицу. Конечно, я думаю, то, что мне придется миллион слоев краски носить, чтобы перекрыть черный цвет. Что уж, и вот такая вот пуговица для Рогаты у меня получилась. Кстати, ни одной игрушки Рогаты у меня нет. Я пыталась сделать фигурки Рогаты, было несколько попыток, но все они с треском провалились. И я до сих пор пытаюсь это добить. Я когда-нибудь реально сделаю красивую суперскую фигурку Рогаты, ребята, только ждите. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить тофшорты. А по цифровому цирку у меня есть вот такие вот игрушечки. У меня есть вот такая вот зуба, зуба, скажу, прям интонации королера идеально. О, смотри, там зуба. Мне ее мама в челлендже подарила на день рождения. Вот такой вот Джекс, вот такая вот Помни у меня еще есть. Кстати, Помни была в Адвенте. Еще у меня есть целое собрание вот таких вот ребят. Вот такой вот брелочек Джекс, вот такой вот брелочек Помни. Правда, я немножечко перекорежила, но все равно она, конечно, милая. Но Джекс вот вообще мой самый-самый любимый брелочек. И еще две вот такие вот Помни из автоматиков в торговом центре. Точнее, ну я думаю, что вот это вот из автоматика, вот это мне подарили подписчики, а вот это вот я выбила в автоматике. И также еще очень старая уже фигурка Джекса. Ей год уже будет скоро. Да, кстати, получается 8 месяцев уже этой фигурки. Просто обалдеть. Я делала ее осенью в прошлом году, когда вышел пилот цифрового цирка. Ну что ж, и наконец-то настало время превращаться в персонажа из удивительного цифрового цирка. И думаю, что первым я хочу быть в образе своего самого любимого персонажа Джекса. И... Так, погодите. Кажется, что-то пошло не так. Это же платье из другого видео, из отсылки на Уэнсдей. И почему же я оказалась в нем? Может, потому что скоро второй сезон сериала? Кстати, вы его ждете? Лично я, да. И уже готовлюсь к новому видеоотсылке. Смотрите, какой я нашла рюкзак. Здесь написано, еще пять минуточек, я только начала чувствовать себя комфортно. Я думаю, что будет классно смотреться с любым образом. Необычный. Я думаю, он точно привлечет внимание окружающих. А еще у меня есть вот такой зонт. Вы только посмотрите, какой классный. С отсылкой на Уэнсдей. Подойдет взрослым и детям. В магазине компании Бука множество крутых дизайнов по вселенной Уэнсдей. И по вселенной Гарри Поттера. Кстати, все товары произведены по официальной лицензии. Смотрите, какую я там нашла классную кепку с эмблемой платформы 9,75. А также вот такие клевые носочки. Можно надевать из разных пар. Выглядит круто. Напоминаю, что ссылка на магазин Бука на зону на Валберес будет в описании под этим видео. Что ж, и вот я наконец-то в образе Джекса. Ребята, сори, если я буду немножечко шепелявить, потому что у меня гигантские пластины из пластика на зубах. Но я стараюсь говорить как можно более нормально. Что ж, мне кажется, что это получился очень классный образ. Мне мама сшила комбинезон прям как у Джекса, посмотрите. Мне кажется, это просто идеально. Кстати, у меня тут еще есть ключ. Как вы думаете, о чьей-то комнате? Напишите в комментариях. Ну и сейчас я думаю, что было бы очень классно отправиться в какой-нибудь детский развлекательный центр. Потому что такие... Нет, не могу. Я так шепелявлю. Потому что такие детские развлекательные центры очень похожи по локации на удивительный цифровой цирк. И можно там поделать классных фото. Ну что ж, ребята, все, что у нас сегодня связано с цифровым цирком, мимо всего этого я не могу пройти мимо. Потому что у нас отсылка на цифровой цирк. Итак, что это у нас? Игрушки для детей от трех лет. Это нам подходит. Тут брелки с цифровым цирком. В прошлый раз я открывала в шорте. Мне попалось, помни. Сейчас попытаюсь свою удачу. Может быть, хотя бы в образе Джекса мне попадется Джекс. Итак, сколько тут надо? Тут что-то очень много. 60 рублей надо. Ну ладно. Попадется ли мне Джекс за 60 рублей? Кто там? Черная капсула? Посмотри, кто там внутри. Вот отстой! Ой, а куда она? Ну блин, мне опять попалось. Мне кажется ли это обман? И там только помни одни лежат на самом деле. Либо у меня такая судьба. Всю жизнь жить в карманной помни. Чур, я за рулем. Оп. Боже, и это гудок. Вот отстой! Гэнгол, ты за рулем. Чур, я спереди. Боже, и это гудок. Вот отстой. Гэнгол, ты за рулем. И все, ребята, я в детском развлекательном центре. И локация сзади уже чем-то немножечко напоминает удивительный цифровой цирк. А я уже начала говорить голос МК, но это немножечко не тот косплей. Так, и еще у меня суперкрутые тапочки. Смотрите, кстати, вот тут даже лапки. Это я сделала. Ну что ж, погнали. Ищем Кауфмо. Так, что же тут можно интересную локацию какую найти? Надеюсь, от меня что-нибудь останется после этого. Заяц-переросток. Это, конечно, интересно. Вот это Кейн приготовил новое приключение, называется. Это какие-то глонки 2.0, да? Я хочу стать царем горы. Фоткай. Теперь аккуратно слезть. А, в целом, Джексу было бы пофиг, так что и мне пофиг. Все, внутренний ребенок к вам не проснулся. Мне страшно, у меня сейчас вылетят зубы. Уши отвалились. Я лысый. У Джекса тильт. Ой, я хочу отсюда съехать. Что это? А тут можно сыграть мелодию из удивительного цифрового цирка? Ура, у меня получилось. Класс! Ребята, смотрите, я нашла кубики, детальки и можно собрать зубы. Давайте сейчас попробуем это сделать, реально. Только я не уверена, что у меня тут кроме треугольной головы что-то получится. Но это похоже больше на глонков, чем на зубы. Она же, по-моему, выглядела как-то вот так, да? Вот так вот, давайте. И рок-1. И рок-2. Так, у нее еще были глаза. Но чувства у нас с вами не получится. Поэтому будем делать телом. Тело квадратное, тело, зубы. О, заменим это, сделаем вот так вот. Вот! Ну, я гений просто. Поп, чем на самом деле Джекс занимается в своей комнате? Вот так вот. Ну, без рук, без ног в целом. Ааа, помогите, идиоты! Как грубо, зубы. Теперь я не хочу тебе помогать. Кое-как сейчас пытаемся добраться на второй этаж, потому что там круче локация для съемок. Я надеюсь, что там реально круче локация. Вот тут такая труба. Крутая есть, можно с ней скатиться. А есть еще вот эта вот штука. Она не работает. Она реально не работает. Я хотела там прокатить маленького Джекса. Плюшеву. Ну ладно, так уж и быть. О, там клоуны какие-то. Кауф мой, это что ты? Кауф мой играет на скрипке. Как вы думаете, ребята, Джекс умеет играть в баскетбол или нет? Вот сейчас посмотрим. Главное, уши свои не задеть. Ау! Понятно, не умеет. Ну, Джексу пофиг чисто. Пустота. Помню, мы нашли выход. Кстати, ребята, напишите в комментариях, как вы думаете, Джекс кролик или заяц все-таки. Я думаю, что заяц. Мы не сдаемся. Ребята, пока я не умерла, напишите в комментариях, кто ваш самый любимый персонаж из удивительного цифрового цирка. Эта труба настолько же красная, как и дверь к выходу цифрового цирка. А значит, это она. Потому что это отсылка на цифровой цирк. Джекс заувеличал, как девочка. Это что-то новенькое. Все, теперь это наразается. Посмотрим, какие есть игрушки по цифровому цирку. Ребята, там кэтнап. Но мы сегодня, даже если захотим, кэтнапа покупать не будем. Ну, потому что, эм, ребят, типа лол. А, кстати, прикиньте, по цифровому цирку вообще ничего нет. Лол, ребята, рогата. Что с ней? И зубы еще. Рогата вы посмотрите. Мне страшно. Ребята, я в шоке. Вы только посмотрите, что я нашла. Это лего-набор по цифровому цирку. И тут такой джекс. Я считаю, что это определенно надо брать. И я это сегодня соберу. О, нет. У меня психологическая травма. У меня воспоминания о ферме, когда я вижу эту кукурузу. Мы идем домой, мы попали под дождь. Все понятно. Промокший, продрогший заяц будет. Идем приодеваться в рогату. Отсылка на удивительный цифровой цирк. Что ж, я уже дома. И прямо сейчас я собираюсь собрать. Этот пазл с джексом. Вот такой вот. Сначала я подумала, на самом деле, что все герои цифрового цирка будут. А потом я поняла, что нет. Тут слишком много деталек. И поэтому, скорее всего, это будет только джекс. Но мне это наоборот хорошо. Какая коробочка крутая. От логотипа. Вот это все прикольно. Но, конечно, это неофициальный мерч. Все равно прикольно. Просто конструктор. Давайте открывать. Так, вот такой вот пакетик. Тут куча, куча деталек. Мне кажется, то, что я буду собирать, это, блин, 10 часов. Итак, тут инструкция вот такая вот. Давайте посмотрим. 122 действия, ребята, в этой инструкции. Я реально это буду собирать целый день. Ну ладно, это будет спидран. Я прямо сейчас поставлю таймер и буду засекать, сколько я реально это буду собирать. Ну что ж, погнали. И заодно я включила ролик в Индии. И вот такой вот джекс получился! Он просто огромный. Я когда посмотрела на эту коробочку, когда я ее купила, я думала, что он, ну, как минимум, ну, вот такого размера будет. А он прям огромный, прям гигантская такая фигурка из конструктора. Ну, если честно, я прям довольна получившимся у меня результатом. Кстати, про секундомер я забыла. Я же ставила, сколько у меня там получится, за сколько времени я его соберу. В итоге я забыла, я его не выключила, поэтому... Качество набора оказалось не очень. Но вышло круто. Поэтому... Все, поставлю его аккуратно на полочку и трогать не буду. Сейчас немножко к маме лонглаз поближе, чтобы красивее. Если он мне как-то ночью на голову упадет, прям вот так, прикиньте, лего по башке. Будет, конечно, не очень, но вообще фигурка очень крутая вышла. Я вообще очень довольна результатом. Кстати, на моем канале есть шорс, как я делала эту фигурку. Так что, переходите, посмотрите. Парик рогатый я буду делать из своей старой шапки! Я ее уже подготовила. И сейчас я прошу вам помощи. Будем пришивать на эту шапку эти нитки. Нарезали лакричных волос, лакричных ниток. И теперь вот тут посередине надо прострочить, чтобы потом пришить к шапке. Что ж, шапка готова! Ой, челка готова! И теперь осталось обшить всю шапку этими нитками, чтобы получился полноценный парик рогатый. Очень надеюсь, что выйдет круто, но пока что мне челка нравится. И главное еще, чтобы шапку не было особо видно. И вот такой вот образ рогаты получился! Мне так нравится! Мне мама сшила вот такое вот платье рогатый. И мне кажется, что это просто канонище. У меня, правда, вот немного глаз совпадает. Приходится его часто переклеивать. И вообще с ним очень неудобно. Но так просто, мне кажется, образ шикарен. Парик может быть немного более пошноват, чем рогатый. Но мне кажется, что все равно очень круто. Мне так нравится, как вообще это все выглядит! Ура! Еее! Еее! Ой! Дед, ну парик! И спать. Вот в рогате тоже надо даже спать. Кайф! Я ничего не вижу, ребята! На одного глаза нет. Во втором глазу линз. Что ж, теперь, ребята, давайте испытаем удачу в образе рогаты. Вдруг ей везет больше, чем Джексу и мне. Что ж, я снова здесь, о боже мой. Меня все никак не покинет этот автомат. Мне кажется, они наживаются на моих деньгах. Потому что, мне кажется, только я покупаю эти брелки. Кто же, кто же, кто же, если это помнит, то я не знаю, что я сделаю. Джекс! Джекс! Да! Вот такой вот Джексик, кстати, он реально очень крутой. В отличие от помню, он прям прокрашенный. Ну, может, у него, конечно, слишком жирный контур рта, но мне все равно нравится. Все, ура! Это мой любимый брелок теперь. Ну, рогата везучая. Все, теперь всегда буду покупать в этом автомате только в образе рогаты. Агрессивно ищем ангельский пирог. Ну, тут есть что-то похожее, но прям ангельского пирога Кейна я что-то не вижу. Вообще, больше всего на ангельский пирог похоже, как будто бы вот это. Ням! Ах, ты паразит! Отсылка на удивительный цифровый цирк. Что ж, и вот такой вот образ рогаты у меня получился. Как вам? Напишите в комментариях. А также пишите, какой косплей вам понравился больше, Джекса или рогаты. Если вы наберете под этим видео 10 тысяч лайков, то мама обещала мне сшить костюм. Помни! Ребята, пожалуйста, помогите, набирайте, потому что мне очень нужен этот косплей. Я очень хочу его сделать. А также ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока!